Время-токовая характеристика Сегодня на очереди время-токовая характеристика типа С. Это, наверное, одна из самых распространенных и применяемых характеристик в жилом секторе. Хотя, порой, ее применение не всегда оправдано. Но об этом мы еще поговорим с вами в самое ближайшее время. Так что, кому интересно, то подписывайтесь на канал Заметки Электрика. Как раз мне в электролабораторию пришли на испытания несколько модульных автоматов серии Z406 от компании Elvert. Ну, соответственно, Китай. Впервые сталкиваюсь с этим производителем, поэтому прогрузить эти автоматы будет вдвойне интереснее. По внешнему виду никаких особенных отличий у автомата Elvert Z406 от других производителей я не нашел. Вот такой же автомат, как и, в принципе, как все остальные. Единственное, что сразу бросилось в глаза, так это наличие и исполнение заглушек для пломбировки клемм автомата. Заглушкам для автоматов я посвятил отдельное видео, где рассмотрел виды заглушек, имеющиеся у основных производителей. Это и Экли, Грант, Шнайдер Электрик, КАС. Но такого исполнения я еще не встречал ни у одного производителя. Заглушка легко передвигается по направляющим. Тем самым, открывая или закрывая доступ к зажимному винту. Проволока для пломбы продергивается через специальные ушки, сделанные как в самой заглушке, так и в корпусе автомата. В общем, на примере прогрузки автоматов Эльверт я вас подробно и познакомлю с время-токовой характеристикой С. Один автомат у нас однополюсный с номинальным током 16 А. А второй автомат трехполюсный с номинальным током 63 А. Напомню, что тип время-токовой характеристики всегда указывается на корпусе автомата в виде латинской буквы. И в нашем случае это С16 и С63. По сути, это и есть ток мгновенного рассыпления автомата или электромагнитный рассыпитель. То есть, согласно ГОСТ 50345, пункт 3517, это наименьшая величина тока, при котором автоматический выключатель сработает, то есть отключится без выдержки времени. Цифры после буквы 16 и 63 обозначают величину номинального тока автомата. Опять же, согласно этого же ГОСТа 50345, пункт 535, электромагнитный рассыпитель с характеристикой С должен срабатывать в пределах от 5 до 10-кратного тока от номинального. А теперь проверим заявленные характеристики данных автоматов, автоматов Эльверт серии Z406. Вот график время токовой характеристики, ну или сокращенно ВТХ, типа С. Ну, здесь указано три характеристики. Нас интересует характеристика именно С. Вот ее контуры я обвел сейчас. На графике показана зависимость времени отключения Т, автоматического выключателя, от протекающего через него тока. Ось Х, это кратность тока в цепи к номинальному току автомата. Ось Y, это время срабатывания в секундах, ну или в минутах, когда в верхних вот этих диапазонах, здесь указана уже шкала в минутах. Запомните, что время токовые характеристики практически всех автоматов изображают при температуре окружающей среды плюс 30 градусов. И данная характеристика не исключение. График разделен двумя линиями. Вот я уже их показывал. Вот. И вторая линия. Так. И так. Вот эти две линии показывают разброс времени срабатывания зон теплового и электромагнитного рассыпителей. У каждого автомата есть такое понятие, как условный ток нерасцепления. И он всегда равен 1,13 от номинального тока. При таком токе автомат не отключится в течение одного часа. Для автоматов с номинальным током менее или равным 63 А. И в течение двух часов. И не отключится в течение двух часов. Для автоматов с номинальным током более 63 А. Точку условного нерасцепления автомата. 1,13 от номинального. Всегда отображают на графике. Если провести вот такую прямую. И вот эта линия как бы уходит в бесконечность. И с нижней линии графика пересекается в районе 60, 120, 60 или 120 минут. Вот в этом диапазоне. Вот видите. Вот у нас 1,13. Например, автомат с номинальным током 16 А. Вот у нас наш автомат. При протекании через него тока 1,13 от номинального. То есть 18,08 А. Его тепловой рассыпитель не должен сработать. То есть не сработает в течение одного часа. Ну и второй наш пример. Это автомат с номинальным током 63 А. При протекании через него тока 1,13 от номинального. То есть 71,19 А. Его тепловой рассыпитель не должен сработать в течение одного часа. Вот значение токов условного нерасцепления для различных номиналов. Проверку автомата током условного нерасцепления я проверять не буду. Так как это очень длительно по времени. Да и согласно методике так автоматы никто не проверяет. Есть еще понятие как условный ток рассыпления автомата. И он всегда равен 1,45 от номинального тока. При таком токе автомат отключится за время не более 1 часа. Это для автомата с номинальным током менее либо равным 63 А. И за время не более 2 часов для автоматов с номинальным током более 63 А. Кстати, точку условного рассыпления автомата 1,45. Вот она, вторая точка. Практически так же всегда отображает на графике. То есть вот проведем прямую. Мы провели прямую. Вот это точка 1,45. И видим, что наша прямая пересекает наш график в двух точках. Нижняя линия, вот эта точка, в районе 60 секунд. И верхняя точка в районе 60 либо 120 минут. Таким образом автомат с номинальным током 16 А в течение часа, не отключаясь, может держать нагрузку порядка 23,2 А. Автомат с номинальным током 63 А, порядка 91,35 А. Но это при условии, что автоматы изначально были в холодном состоянии. В ином случае, время их отключения будет значительно меньше. Вот значение токов условного рассыпления автоматов для различных номиналов при холодном состоянии. То есть для холодного состояния автоматов. Вот об этом и не стоит забывать при выборе сечения проводов и кабелей для электропроводки. Вот вам таблица в помощь. Вот представьте себе, что кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра вы защищаете автоматом на 25 А. Вдруг, по некоторым причинам, вы перегрузили линию. Ну такое бывает, причем в зимнее время особенно. Когда включена повышенная нагрузка, включены различные обогреватели, да и просто любые бытовые приборы. И вы, например, перегрузили вашу линию до 36 А. Автомат номиналом 25 А может не отключаться при таком токе в течение целого часа. А по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно допустимый ток. То есть длительно допустимый ток для кабеля 2,5 квадрата это 25 А. За это время кабель может нагреться. Ну может расплавиться, то он и не расплавится, но нагреться может достаточно сильно. А вы все знаете, что повышенная температура, это всегда подвергает изоляцию к ускоренному старению. То есть сегодня нагрели, завтра нагрели, послезавтра нагрели, изоляция ухудшается, происходит старение, растрескивание, изоляция. И в итоге она, изоляция ухудшается и что может привести к короткому замыканию и прочим разным последствиям. А если учесть то, что в последнее время производители кабельной продукции преднамеренно занижают сечение жил, то ситуация тем более усугубляется. Но некоторые граждане в интернете, на ютубе, ссылаясь на мой канал, утверждают, что я сильно страхуюсь, что запрещаю к автомату 25 Ампер подключать кабель сечением 2,5 квадратных миллиметров. Может быть, да, страхуюсь, но я еще раз повторяю, что я учитываю то, что в последнее время производители занижают сечение жил. И вам кажется, что кабель 2,5 квадратных миллиметров имеет длительный допустимый ток 25 Ампера. На самом деле он имеет сечение 2 квадрата и, соответственно, его длительный допустимый ток еще меньше. И при том же токе, как я привел пример, при 36 Амперах, он может нагреться очень сильно и даже расплавиться. Поэтому мы, как электрики, как специалисты, должны учитывать и эту ситуацию в том числе. То есть не только штатные, но и нештатные ситуации. Поэтому на кабель 2,5 квадратных миллиметра я всегда защищаю автоматом на 16 Ампер. В общем, я рекомендую защищать кабели следующим образом. 1,5 квадрата автоматом на 10 Ампер, 2,5 квадрата автоматом на 16 Ампер, 4 квадрата автоматом на 20 или 25 Ампер и так далее. Смотрите ниже таблицу. Для удобства все данные я свел в одну общую таблицу. Думаю, с этим разобрались. А теперь проверим наши автоматы на токе условного рассыпления. Поехали. Чтобы мне не терять время, я сразу буду проверять 4 автомата с номинальным током 16 Ампер. В общем, наводим ток 23,2 Ампера и засекаем время. Поехали. Так, ну в общем, ток навел. Время пошло. Немножко его буду корректировать. Ждем. Так, только что сработал вот самый крайний автомат. Ток 23,3. Время 108 секунд. Сейчас я его быстро исключу из схемы и продолжу испытания остальных. Так, в общем, этот автомат отключил. Едем дальше. Отчет по времени идет с нуля. То есть, запомним, что 108 секунд сработал первый автомат. Ну, теперь посмотрим, за сколько сработают остальные. Оп! Только сказал. Так, в общем, ну, ток немножко не скорректировал, но не суть важна. Так, время 22,08. Сработал второй автомат. Также исключаю его из схемы. И проверяем дальше. Так, 23 ампера. И осталось у нас вот два автомата. Прошло 90 секунд и отключился у нас третий автомат. И остался вот у нас первый автомат. Сейчас быстро переключусь и допроверим его. Ну вот, 23 ампера. Уже 30 секунд прошло. Ну, смотрим. В общем, время 155 секунд. Самый первый автомат у нас сработал за время 108 секунд. То есть, вот у нас прямая 1,45 от и номинального. Первый автомат сработал за 108 секунд. Второй автомат плюс 22 секунды. Третий автомат плюс 90 секунд. И четвертый автомат плюс 155 секунд. То есть, что первый автомат, что последний сработавший автомат, их время срабатывания лежит в пределах заявленных характеристик, в пределах заявленной время токовой характеристики. То есть, минимальное время срабатывания должно находиться в пределах 60-70 секунд, а максимальное не более часа для нашего автомата. Итак, у нас на очереди 63-амперный автомат, характеристика С. При токе 91,35 проверим его условный ток расцепления. Данный автомат трехполюсный, и поэтому тепловой расцепитель я буду проверять сразу, поочередно, на всех полюсах. То есть, вот с помощью перемычек соединил его полюс. Ну вот, навел ток 91,3. 92 немножко тут плавает. И смотрим. Так, прошло уже 240 секунд. Автомат еще не отключился, хотя достаточно горячий. Будем ждать. Второй раз уже только отключая фотоаппарат, сразу происходит срабатывание автомата. В общем, автомат сработал. Ток 91 ампер, 91,2 и время 267,2 секунды. Так, ну помимо рассмотренного 63-амперного автомата и четырех вот этих, которые я вам уже показал, 16-амперных, у меня на очереди еще имеется еще 3,63-амперных автомата трехполюсных, 4,40-амперных трехполюсных и 4,25-амперных двухполюсных. Их прогрузку я вам показывать не буду, ведь смысл статьи состоит в том, чтобы показать принцип работы автомата с характеристикой С. И на двух примерах более чем достаточно, чтобы понять принцип действия. Согласно ГОСТ 50345, пункт 9.10.1.2, если через автоматический выключатель будет проходить ток равный 2,55 от и номинального, вот эту я прямую тут обозначил, если будет проходить этот ток, то он должен отключиться за время не менее 1 секунды из горячего состояния и не более 60 секунд из холодного. Для автоматов с номинальным током менее 32 ампер и не более 120 секунд из холодного состояния для автоматов с номинальным током более 32 ампер. Вот эта прямая 2,55. На графике вы можете видеть, что нижний предел по отключению взят с небольшим запасом, то есть не 1 секунда, а целых 8 секунд. Верхний предел тоже немножко взят с запасом, не 60 секунд, а 40 секунд. На то есть право у производителя автоматов, вот поэтому они всегда к каждому автомату и прикладывают непосредственно свою время токовую характеристику, которая естественно удовлетворяет требованиям ГОСТ 50345 в данном случае. Вот сейчас наведем ток 2,55 для наших автоматов и проверим за какое время они отключатся. Автомат Z406 от Эльверт с номинальным током 16 ампер при токе 2,55 от номинального, то есть это 40,8, должен отключиться за время не менее 1 секунды из горячего состояния и не более 60 секунд из холодного. Но согласно время токовой характеристики непосредственно производителя работ, этот предел сужается от 8 до 40 секунд. Итак, поехали. Итак, навел ток, включаем. Оп. Время отключения составило 5,35. Автомат отключился. 5,35. Причем самое интересное то, что согласно время токовой характеристики производителя, данное время не соответствует, то есть 5 секунд находится вне области теплового рассыпителя, то есть вот здесь вот точка. А производитель указал минимальную точку при данной уставке при 8 секундах. То есть не совсем корректно нарисовал, представил время токовую характеристику. Но тем не менее время срабатывания составило 5,35, что удовлетворяет нашему ГОСТу 50345. Итак, на очереди у нас 63-амперный автомат. В общем, он должен при токе 160,65 ампер должен отключиться за время не менее 1 секунды, то есть из горячего состояния, и не более 120 секунд из холодного состояния. Но опять же, здесь есть некоторая нестыковочка, так как согласно графика производитель указывает, что его предел срабатывания будет находиться все-таки в пределах 40 секунд. Но для автоматов свыше 32 ампер обычно рисуется еще вторая пунктирная линия, где характеристика немножко уходит выше. Поэтому согласно ГОСТ 50345 предельное время отключения составляет все-таки 120 секунд, где-то вот в этой точке. А производитель указывает 40. Ну, посмотрим по факту. Итак, поехали. Навел 160 ампер. Поехали. Так, автомат отключился у нас. И время составило 15,37 при токе 160 ампер. Ну, в принципе, да, соответствуют наше время токовые характеристики. Да, забыл сказать, что трехполюсный автомат я буду проверять при данном токе, при токе 2,55 от номинального, по каждому полюсу. Так, второй полюс, поехали. 25 секунд уже. Отключился. Ток 167, время 31,89. Так, поехали. Третий полюс. 25 секунд. Ток 158 ампер, время 30,52. Согласно ГОСТ 50345, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный пятикратному току от номинального, то он должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. То есть, это минимальный предел. Вот у нас ток пятикратный. Вот он. Сейчас проверяем мы вот эту часть характеристики. То есть, электромагнитная. То есть, при пятикратном токе автомат должен сработать за время не менее 0,1 секунды. А вот верхний предел по времени данным ГОСТом не определен. И у автоматов разных производителей здесь может быть небольшой разброс в пределах от 1 секунды до 10 секунд. У данного автомата верхний предел находится где-то порядка 2, может быть, 2-4 секунды. Странно, конечно, ведь речь идет об электромагнитном рассыпителе, и он должен срабатывать без выдержки времени. Но, тем не менее, при токе пятикратном от номинального электромагнита рассыпитель еще не срабатывает. И по факту автомат отключается все-таки от теплового рассыпителя. Вот именно поэтому измеренное значение петли фаза 0 сравнивают с током не пятикратным, а десятикратным. С учетом коэффициента 1,1. Но это уже тема отдельного видео. Итак, автомат с номинальным током 16 А, при токе 80 А, должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Итак, поехали. Так, время отключения составило 942 миллисекунды, или 0,9 секунд. Вполне удовлетворяет. Давайте еще раз. Автомат включаю. Поехали. Ток срабатывания 80 А, время отключения 950 миллисекунд, или 0,9 секунд. Итак, автомат 63 А, при токе 315 А, должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Поехали. Оп. Ток 307, чуть-чуть поменьше. Время 4,97. Еще раз. Оп. Ну, на горячую совсем отключился за время 2,14. Второй полюс, ток 315 А. Оп. Время 3,32 секунды. Еще раз. Оп. 3,36. Отлично. Третий полюс, 315 А. Оп. Оп. 5,2 секунды. Еще раз. Оп. 3,7 секунды. Согласно этого же ГОСТа, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 10-ти кратному току от номинального, опять вернемся вот к нашим время токовой характеристики. Вот этот наш ток. То есть, если через автомат будет проходить этот ток, то автомат должен отключиться за время менее 0,1 секунды. То есть, если при 5-ти кратном он должен отключаться не меньше, то есть больше этого времени, то при 10-ти кратном менее 0,1 секунды. Таким образом, 16-ти амперный автомат при токе 160 А должен отключаться за время менее 0,1 секунды. Итак, поехали. Оп. Отключился. 160 А, время 6,5 миллисекунд. Давайте еще раз. Оп. Опять. 159,5 А, время 6,5 миллисекунд. 63 А автомат при токе, при 10-ти кратном токе, то есть токе 630 А, должен отключаться за время менее 0,1 секунды. Поехали. Оп. Время 7,6 миллисекунд. Ток даже меньше, не успевает. Ток увеличится до 630 А, автомат уже срабатывает. Давайте еще раз. Поехали. Отключился. Время 7,6 миллисекунд. Отлично. Второй полюс. 10-ти кратный ток. Поехали. 7,8 миллисекунд. 10-ти кратный ток. 630 А. Поехали. 7,6 миллисекунд. Еще раз. 7,6 миллисекунд вернее. И первый раз тоже было миллисекунд. Это все, что я хотел вам рассказать про время токовую характеристику C, модульных автоматических выключателей, ну, на примере автоматов Эльверт, серии Z, Z406. Если возникли какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. По мере свободного времени я обязательно вам отвечу. Ну и на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч. До новых встреч.